Сейчас начало июня, все уже позеленело, начался небольшой медосбор. Наши экспериментальные семьи потеряли маток и выводят себе новых, позволяя нам контролировать сигналы, появляющиеся в семье, когда в ней есть неплодная матка или маточники. Эти два улья это отводки, являющиеся частями двух наших экспериментальных ульев. В них находятся плодные матки, которых мы отобрали из основных семей неделей раньше. Сейчас они по сути представляют из себя маленькие семьи с плодной маткой. Пользуясь этими маленькими семейками, мы проверим новые инструменты, предлагаемые нами для контроля готовности семьи пчел к приему новой матки и контроля приема новой матки. Для начала мы отбираем маток из обеих семей и начинаем процесс контроля с помощью стрелочных приборов режима контроля готовности к приему новой матки. У нас есть окно со стрелочными приборами и окно с более удобным для длительного наблюдения инструментом, графиком, отражающим временные изменения величин, которые отображаются на левом индикаторе первого окна режима контроля готовности. Этот прибор показывает тенденцию семьи к нормальной работе или ощущению состояния безматочности. Когда пчелы максимально ощутят отсутствие матки, ульевые работы частично или полностью стихнут, и наш дифференциальный индикатор начнет указывать на то, что работа уже не главное дело в жизни этой семьи, а главное это потерявшаяся матка. И так мы ожидаем. И вот наконец сигнал, хотя и сильно пульсирующий, но он перебирается из отрицательной белой части графика в положительную красную часть. Мы видим длинный красный интервал. Это и есть максимум ощущения семьей безматочности. Мы проводим эксперимент на небольшом отводке с малым количеством работающих в поле пчел, и поэтому наши сигналы такие чистые и хорошо видимые, просто как в учебнике. Работа с медом большого количества пчел снижает показания индикатора и графика. Если вы хотите заменить матку в период медосбора в большой активно работающей семье, то надо быть готовым к тому, что вы можете не увидеть столь четкого сигнала. Возможно, что он даже не достигнет положительной части графика. В этом случае вам надо ориентироваться просто на максимальные значения, показываемые прибором. Итак, сигнал безматочности начинает спадать. Значит, это был максимум ощущения пчелами отсутствия матки. Пора срочно подсаживать новую матку. Поскольку новых маток у нас нет, то мы просто посадили маток, которых мы отобрали, не в свои ульи. На экране видно, как пчелы бегут к клеточке, едва она коснется рамок. Это происходит каждый раз, когда матка дается семье в правильный момент. Продолжаем контроль. Переходим на режим контроля приема новой матки. Это уже другие инструменты, которые позволят увидеть, как появляется сигнал положительного отношения к матке, как спадают сигналы ощущений безматочности и связанного с этим отрицательного возбуждения пчел. При положительном приеме они постепенно спадают, причем никогда не оставаясь полностью в покое. Значит, в этот уль был посажен маткой из этого, и, соответственно, наоборот. Разница только в одном. В этот уль был посажен маткой, как рекомендует ВУЗ, на спаде сигнала безматочности. И здесь она однозначно принимается, все сигналы стихают, возбуждение не растет. Все как бы нормально. В этом улье мы посадили матку в начале пика безматочности. Он только-только начинался. И мы посадили матку одновременно с этой. Значит, в этом улье по показаниям приборов матка не принимается. То есть, то, что и должно было быть. Сигнал на спаде, матка принимается. Сигнал в начале, матка не принимается. Сейчас будем принимать какие-то меры, чтобы матку приняли. Либо оставим ее в клеточке какое-то время. Эту матку сейчас будем выпускать уже на соты, чтобы улье окончательно стихло. Мы видим идеальный вариант. Сильный сигнал приема матки на левом индикаторе. И потом постепенное успокоение улья, что видно потому, что все индикаторы постепенно смещаются к нулевым или минимальным значениям. Наши процедуры закончены. Единственная вещь, которая осталась, это через день или два проконтролировать состояние семьи с использованием нашего прибора в режиме контроля общего состояния семьи. Или, если вы хотите, лично проинспектировать ульи. Субтитры создавал DimaTorzok